Всем привет, друзья! С вами Рафаэль Хайтек. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и сегодня я вам покажу, как в Autodesk Tinkercut, то есть бесплатной программами для создания 3D моделей, можно сделать модель и выгрузить ее для 3D печати с последующей нарезкой на слои в слайсере. В общем, урок будет достаточно простой и быстрый, так что лайки, комментарии и подписки. Вот заходим на сайт, ссылка будет в описании, tinkercut.com, нажимаем вход, либо регистрация и так далее. Здесь можете зарегистрироваться как-нибудь, нажать присоединиться к Tinkercut, либо личные учетные записи. У меня уже есть личная учетная запись, я вхожу по вот этой вот кнопочке. Все, как только ввели пароль и т.д. и т.п., у вас откроется дашборд, то есть как главная страница ваша. У меня тут уже что-то есть, я какие-то проекты смотрел, схемы, делал какие-то модели и так далее. Что нам нужно, чтобы сделать первую 3D модель? Самую простенькую. Нажимаем создать вот здесь справа и выбираем 3D проект, то есть 3D модель. Так, прогружается у нас проект и вот у нас есть рабочая плоскость. Зажимаем колесо мыши и можем двигать рабочую плоскость. И обычно правой кнопкой мыши, если зажать, мы можем двигать саму плоскость. Эту плоскость, насколько я помню, можно увеличивать до бесконечности, наверное, но нам это пока не нужно. С правой стороны мы видим формы, то есть всякие блоки. Это уже готовые 3D модели, которые можно поставить вот так вот, раз, нажать и перетянуть на рабочий стол, скажем так. Так, нажимаем еще раз и давайте вот эту вот крышу перетащим на, например, сюда. Так, вот здесь вот видите, есть специальные стрелочки и так далее, можно с помощью них спокойненько управлять. Также можно расширять и так далее, как нам удобно. Можно вот так подставить, вот так вот пододвинуть, посмотреть, немножечко опустить, например, крышу. Так, чтобы, короче, выбрать сам вот этот элемент блока, да, нужно на него нажать и появятся вот такие вот элементы управления. Так, давайте простенькую модель вот такую состряпали, например, это домик. Что нам нужно делать дальше, чтобы напечатать ее на 3D принтере? Так, насколько знаю, модельки в Tinkercad, то есть они сохраняются здесь, как бы вам не нужно заморачиваться. Так, дальше что? Нажимаем экспорт. Экспорт это как бы сохранить на компьютер. Вот мы можем сразу на 3D печать, но для этого нам пока особо не надо. Так, выбираем формат STL. И все, у нас сохраняется модель, которую мы можем напечатать. Предварительно еще нужно скачать вот такую программу Cura Ultimaker и просто открываем этот файл. Так, открылась программа для нарезки на слоев и последующей 3D печати. Если хотите посмотреть настройки и как все это печатается, посмотрите ролик, который будет с ссылочкой в описании. Там я более подробно слегка рассказал про это дело. Сейчас я выберу пластик. Так, универсальный, пластик PG, у меня именно PG-пластик. И что мы делаем? Вот в программу мы загрузили свою модельку и нажимаем нарезка на слои. У вас она может быть автоматически. Тут мы видим, сколько будет печататься, 50 минут, например, 6 грамм и так далее. Нажимаем предварительный просмотр, чтобы посмотреть, как эта модель будет выглядеть для принтера. То есть он ее будет нарезать на кусочки и как мы ее сделали, так она и будет, собственно, выглядеть. Можем вот так вот сделать и посмотреть, как будет моделька в разрезе. Нажимаем сохранить на диск и у нас на флешку, вставленную предварительно, сохранится эта модель, которую под ваш принтер, когда вы тут настроите, она просто будет напечатана тем, что вы указали. В общем, вот так просто можно напечатать сразу буквально свою 3D модель. Причем все эти программы, и та, и эта, они полностью бесплатные. Так что пользуйтесь и наслаждайтесь. Все, ставьте лайки и увидимся в новых видео. Пока-пока.